Последнее обновление Windows 10 вышло, мягко говоря, не очень из-за истерии по удалению личных файлов. Процент пострадавших небольшой, но по цифрам это всё равно выходит очень много. Тем не менее, из-за этих проблем как-то про преимущество нового обновления и забыли, поэтому я решил эту брешь закрыть, хотя подобные ролики я уже делал и раньше, но решил слегка обновить информацию. Итак, топ 5 функций Windows 10 Redstone 5. Погнали! И первая функция, которая фигурирует практически во всех СМИ, это же, конечно же, тёмный проводник. Пользователи просили его и Microsoft сделали, но проблема в том, что тёмная тема располагается не на весь классический интерфейс, а только лишь на этот самый проводник. Многие диалоговые окна, системные приложения так и остались в белом цвете. С другой стороны, обещали же тёмный проводник, тёмный проводник и получили. Вроде как никого не обманули. Второе изменение, которое мало кто отмечает, это обновление API DirectX 12 и включение поддержки трассировки лучей на уровне API. Компонент получил название DirectX Ray Tracing DXR. На данный момент только NVIDIA со своей новой линейкой RTX имеет поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне. AMD лишь в будущем планирует добавить аналогичную поддержку в свои карты. Трассировка позволяет сделать более реалистичное освещение, но при этом ресурсы на их обработку требуются колоссальны, что и послужило сделать NVIDIA RT-ядра для их обработки. Microsoft не придумала трассировку, так как существует она уже довольно давно. Компания просто стандартизировала её и дала возможность производителям железа на её основе сделать как аппаратную, так и программную поддержку. На старых видеокартах трассировка также поддерживается, но в несколько раз она будет медленнее. Вскоре должны выйти игры с поддержкой Ray Tracing, благо обновления системы и драйвера под это дело уже вышли. Третье изменение это фрагмент экрана, который является преемником функции ножницы, которая существовала ещё на Windows 7. Очень забавно, как многие люди привносят это как что-то инновационное. Возможно, но просто Microsoft этот функционал теснее связала с системой, вот и всё. Теперь при нажатии комбинации клавиш Win plus Shift plus S или выбрав в центре уведомлений в быстром доступе фрагмент экрана, вам на доступ предлагаются три варианта скриншотинга. Это обычный прямоугольный, произвольный и снимок всего экрана. Кстати, через специальные возможности вы можете функцию фрагмент экрана установить на принтскрин, что тоже весьма удобно, когда при помощи одной кнопки вы вызываете меню фрагмент экрана. Четвёртое изменение – буфер обмена. Это ещё одна опция, которая позволяет активировать новый буфер обмена и при помощи комбинации клавиш Win plus V вы можете вставлять информацию, которую сохранили в буфере когда-либо. Естественно, ограничения также присутствуют. При этом в параметрах вы можете включить синхронизацию между устройствами и у вас будет по сути общий локальный буфер всех устройств. Нехило, не так ли? Пятое изменение – это Windows Update. Microsoft внедрила в обновлении Windows машинное обучение, которое следит за пользователем и производит обновления только тогда, когда пользователи больше всего отсутствуют за ПК, к примеру, ночью, если тот включён. Также искусственный интеллект следит за имеющимися файлами на ПК и качает только те файлы, которые действительно требуется обновить, а не весь кумулятивный пак или образ системы, если мы говорим про крупные обновления Windows. Вот были 5 главных изменений Windows 10 октября 2018 Update. А какой вы считаете лучшей функцией данного обновления? Напишите об этом в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok